Основные проявления реакции очищения. У большинства больных при реакции очищения усиливаются слюноотделение, слезотечение, потовыделение, насморк, отделение мокроты, гноя при воспалении придаточных пазух носа. Появляются рвота, понос, учащается мочеиспускание, моча при этом имеет кирпично-красный, иногда темно-бурый оттенок. Усиливается или пропадает менструация, шелушится кожа. Выпадают волосы при атрофированной луковице. Все выделения могут содержать примесь крови, запах лекарств ранее применявшихся. Реакции продолжаются от нескольких часов до нескольких недель, но чаще всего одно-двое суток. Чем тяжелее болезнь, тем дольше и чем больше больным принималось лекарство, тем сильнее продолжительные реакции очищения. Следует отметить, что больной бывает необычен в это время. Он как бы через муки проходит к выздоровлению. Высокая температура, полное отвращение к пище. Зловоние изо рта, обильный пот, идет мокрота, жидкий стул. Больного всего ломает, кости суставы, зудит кожа, особенно места, где делались уколы. И все это проходит на фоне симптомов болезни, которые больной когда-то перенес. Примерно у 1 трети больных, в основном нетяжелых, эти реакции проходят более или менее безболезненно и почти незаметно. От себя добавлю, что во время реакции очищения не у всех вот такой вот большой букет, который здесь описан в методической инструкции. Обычно это какие-то одноразовые симптомы, либо понос, либо слюнотечение, либо обостряется там бронхолигочная патология, обостряются те болезни, которые есть у человека. То есть не нужно пугаться, что вот прям все так вот будет вот таким вот огромным букетом. У всех индивидуально. Из-за мою практику тяжелых реакций очищения практически я не наблюдала, потому что я веду пациентов очень медленно. И они переносят чистки достаточно не тяжело.